ТАЛАНТЛИВЫЙ ПРОГРАММА 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 ПРОГРАММА ФИРОММА ТАЛАНТЛИВЫЙ ПРОГРАММА позволяет доводить его до трудоустройства, до самореализации. Чтобы молодой человек не просто знал, что он хороший математик или хороший спортсмен, а чтобы он понимал, куда дальше ему можно идти работать, или он, может быть, создаст свой бизнес с этим направлением. После сегодняшней конференции ее участники начнут готовиться к новой, ведь уже совсем скоро им предстоит обсуждать те же самые вопросы, но уже с президентом республики. Очередная конференция университета талантов запланирована на середину декабря. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Иннополис. С мировым размахом писали сегодня татарский диктант. Три тысячи участников в девяти странах. Это вторая такая акция в роли учителей, поэты, ученики, все желающие. А диктовали сегодня отрывок произведения татарского классика Аяза Гелязова в пятницу вечером. Желающих было столько, что писали одновременно на четырех местах. С русскими, которые проверяют знания татарского, татаринам, которые вспоминают язык предков, пообщалась Лина Зинатулина. Слух, багаж знаний и полтора часа, чтобы без ошибок перенести текст на бумагу. В резиденции штаб в основном люди творческие. Журналист Анжела Яушева уже пять лет живет в Петербурге, причем работает в англоязычном издании. Я приехала домой в гости к родителям и хотела вспомнить родной язык. Пять стоит в дипломе в школе. Не знаю, вот посмотрим, сейчас как раз узнаю. Не прочь проверить себя и те, кто татарским владеет профессионально. Профессиональный журналист даже не говорит о том, что человек пишет грамотно. Не всегда, к сожалению. Поэтому никому не повредить, знать, проверить себя. Нравится лексика, нравится фология, синтез. Татарский язык очень интересный, богатый язык. Субботним утром о вечере пятницы текстом диктанта стала одноименная повесть Аяза Гелязова. Ее прошла участником поэтесса Елга Зминулина. Жизнь нам описывается деревенская, поэтому есть слова такие, которые мы очень редко слышим. Поэтому очень сложные слова мы будем выводить на экран. Штаб сегодня лишь одна из площадок, где в Казани пишут татарский диктант. Желающих также приняли медуниверситет, КНИТУ и Институт филологии КФУ, где акция стала самой массовой. Участвует от мала до велика. Надир Софиулин недавно переехал в Казань из электростали, что под Москвой, и всерьез занялся языком. Трудился инженером-конструктором на атомном заводе и 60 лет говорил только на русском. Но интерес к родному остался от бабушки и дедушки, настоящих татарских аристократов. У них учился писать еще арабской вязью. Дедушка был близким другом Тукая. Жили в одном номере гостиницы «Булгар», вдвоем с ним. Первым читателем его стихов был. В общем, вовсю стараюсь научиться. Ну, вроде бы прогресс, говорит, идет. Свои корни вспоминают сотни людей. Айзи Рагби родился в Китае. Русскому только учатся, но язык предков знает с детства. Вот и сегодня он здесь. Потому что это важно, потому что я татарин. Важность почувствовали еще в восьми странах. США, Канада, Германия, Эмираты. Казахстан второй по количеству городов-участников. Мы стараемся хранить родной язык, потому что нет языка и нет национальности. Татарский диктант стал уже вторым и самым массовым по России 20 регионов. В Тюмени пришли три десятка участников. Анна Евсеева в языке новичок. Ее молодой человек татарин. Говорит, любовь – лучшая мотивация. Может даже как-то улучшить наши отношения, понять его культуру, общаться с его семьей. Где-то полсотни, где-то десяток участников. Но у всех ощущение чего-то общего и глобального. Татарский язык, он, тем не менее, считаю его родным. Поэтому такое мероприятие было бы пропустить. Ну, как-то очень грустно. В прошлом году я уже писал татарский диктант. И любимый язык продолжаю изучать постоянно. Я хоть и училась в татарской школе, однако разволновалась. Диктант был сложным. Кому что подучить, а кому можно гордиться знаниями. Работы проверят филологи КФУ. Результаты в течение месяца появятся на сайте диктант.татар. От аренды рыболовных снастей до финансового расчета онлайн. Все эти виртуальные идеи уже завтра могут стать реальным бизнесом. В Казани сегодня завершился форум креативных идей стартап-уикенд. Радик Фархуллин о том, что предлагали и что покупали. Здесь на самом деле много очень конкурентоспособных стартапов. Концентрация молодых бизнесменов и предпринимателей в эти дни в Казани превышает все показатели. Стартаперы из 50 городов России приехали в столицу заявить о своих проектах. Москвич Виктор Калмаков не исключение. Его разработка спасительная нить для начинающих бизнесменов, которые боятся утонуть в бухгалтерской волоките. На основании вот этих вот данных, которые есть у вас в финансовой отчетности, модель рассчитывает риски вашего бизнеса, дает инструменты, которые могут захиджировать эти риски, свести их к минимуму, либо вообще нейтрализовать. Одни пришли сюда за опытом, другие за деньгами. Разработки молодых и предприимчивых изучат инвесторы и государственные фонды. Сегодня все в игре. Так участники форума презентуют бизнес-проекты. Ты будешь обязан действовать так, как мы с тобой договорились. Ну и ты будешь обязан действовать так, как мы с тобой договорились. Потому что в процессе продажи не нужно строить иллюзии, что все само продастся. Следующий год для казанского стартапа уикенда юбилейные. На пятилетие разыграют грант от Татарстана на создание новых идей в предоставлении электронных услуг населению. Объединяются новые команды, либо продолжают развитие своих идей, формируя новые бизнес-предложения. По итогам прошлого года эта сумма более 2 миллионов долларов США, привлеченных в рамках нескольких дней вот этих мероприятий. Финальный день стартапа уикенда завтра так осталось меньше суток, до момента, когда самые достойные проекты обретут инвестора. Радик Фархуллин, Динара Камалова, Рамдель Гарипов, ТНВ «Казань». Четыре казанца погибли, один пострадал. Это результат аварии в Чувашии. Накануне на трассе по пути из Нижнего Новгорода столкнулись микроавтобус с пассажирами и грузовик. По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда на встречную полосу. Как роковой обгон превратился в последний путь, расскажет Салават Мухаммадуллин. Оживленная трасса, снегопад и высокая скорость. Трагедия произошла в 25 километрах от границы Татарстана с Чувашией. По предварительной версии, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Свидетели говорят о намеренном обгоне. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сразу после столкновения, четыре пассажира и водитель микроавтобуса погибли. Половина машины — груда металла. Дорога, судя по видео, с места аварии не освещалась. По информации полицейских, предполагаемый виновник трагедии только за последний месяц, 18 раз нарушил скоростной режим. На данном месте участка дороги как раз проезжала автомашина, грузовая, из которой дорога посыпалась песком. По дорожным условиям, не сказать, что тут спровоцировали погодные условия, аварию или состояние дороги. Тут все-таки больше человеческий фактор. Этого водителя задерживали неоднократно сотрудники ИБДД в Нижнем Новгороде, на территории Чувашии. Все погибшие татарстанцы в последний путь отправился и казанец Нил Губайдулин. Правилам дорожного движения особое внимание. Один из его последних постов в соцсетях как раз на эту тему. В салоне микроавтобуса находилось семь человек. При этом поездка не была рейсовой. Скорее всего, это были просто попутчики. Двое пассажиров сейчас находятся в реанимации Новочебоксарской городской больницы. Будет видно, мы прогнозов не даем. Максимум, что я вам могу сказать, состояние стабильное. Но на этом татарстанский след в аварии не заканчивается. Водитель грузовика тоже из нашей республики. Так, в Чувашии, по пути из Нижнего Новгорода, трагедия унесла жизнь четырех казанцев. Слово. В республике завершены программы строительства социально значимых объектов. Об этом сегодня на совещании в Доме правительства сообщил Ирик Файзулин. В республике открыли 31 клуб, 11 сельсоветов, 42 фельдшерских пункта. Завершены работы по модульным врачебным, амбулаторным, универсальным спортплощадкам и лыжным базам. Построили 2 миллиона квадратных метров жилья, 146 домов по соципотеке. Конкурс завершился. Сегодня Рустам Мениханов наградил лучших госслужащих республики. Дипломы получили 12 человек. Напомним, конкурс проходит в республике уже в четвертый раз. В этом году конкурсанты прошли несколько этапов. Тестирование, владение государственными и иностранными языками, оценка профессиональных качеств, спортивная подготовка, а также знание территориального устройства Татарстана. Доказали, что они лучше из лучших. Просьба обратить внимание при дальнейших кадровых решениях. Казанский хоспис победил в конкурсе грантов президента России. Почти 3 миллиона рублей направят на развитие детской выездной палеотивной службы, покупку машин и нового оборудования. Сейчас на патронаже находятся 140 детей с тяжелыми заболеваниями. Всего же за 6 лет работы помощь на дому получили почти 3,5 тысячи человек. Созданием дополнительной выездной бригады сотрудники хосписа смогут обслуживать не только детей из Казани, но и близлежащих районов. Глаголом жгут сердца людей более 600 школьников, свыжая 1 тысячи произведений. Сегодня в Казани назвали победителей детской литературной премии «Глаголица». География конкурса расширяется. В этот раз за хрустальную сову боролись школьники как из России, так и из-за рубежа. С юными авторами познакомилась Алина Бережная. С детства я читаю очень много книг. Любит читать с детства, а теперь пишет сама. Из-под пера Алии Субеева из Бугульмы вышел рассказ. Получилось по-взрослому. Этот рассказ учит тому, чтобы никогда не хвастаться за то, что это может привести к плохим последствиям. Со своим произведением Алия вышла финал премии. Тема войны, дружбы, подвига и, конечно, любви. Об этом произведение начинающих авторов. Только одно произведение было рассчитано на детей, все остальные были рассчитаны все-таки на взрослых. Это были взрослые писатели. Людмила Гусева из Москвы с детства увлекается мифологией. В своем рассказе к образам греческих богов добавила юмор. Когда-либо пишу, оно всегда с элементами какой-то комедии. Хрустальная сова, дипломы и подарки – все как на настоящей премии. В семи номинациях выбрали по три победителя, а также обладателей гран-при. Я много писал. Я писал еще шести лет. Ну, конечно, это были первые такие полеты тренировочные. Сейчас я написал хорошую и довольно подборочку рассказов. Те дети, которые умеют выражать свою мысль родным языком, они должны быть тоже признаны. И вот это все нас вдохновляло на создание конкурса. С 2014 года по произведениям участников конкурса «Изо на 4 альманаха» снято 19 короткометражных фильмов и 9 мультфильмов. Кто знает, быть может пройдет время, и произведения сегодняшних победителей будут стоять на одной полке с шедеврами мировой классики. Алина Бережная, Андерсон Тальцев, ТНВ «Казань». Предвидеть ход своего оппонента на два шага вперед необходимо не только в шахматах, но и на поле с оружием, и пусть вместо пуль – краска. Сегодня, что такое тактика, казанцам наглядно продемонстрировали участники Всероссийского чемпионата по пейнтболу. Примерила экипировку и вышла на поле наш корреспондент Динара Камалова. И даже на поле картошка с мясом чувствует себя в своей тарелке. Поход к гастрономам для спортсменов из Нижнего Новгорода обернулся вкусным названием команды. В Казани, чтобы победить во Всероссийском чемпионате и оценить ее после вкусия, соперники Москва, Ульяновск, Самара, Ишкар-Ала, Чебоксары, Пермь, Оренбург. Эффект того, что это какая-то бойня, победа, вырывать. В борьбе за приз 150 участников, 20 команд и 3 дивизиона. Здесь любители, начинающие спортсмены и уже профессионалы. Всех их объединяет одно – любовь к прицелу, курку и ярким краскам. С базы участники стартуют на своей позиции. Главная их задача – добраться до базы противника, при этом не словив цветное поле. Пейнтбол для многих – семейный спорт. Так, глава семейства Казанцевых вот уже третий год подряд на поле и на прицеле. К своему увлечению приобщает и двух своих сыновей. Мел стрел. Буду завлекать, тоже сделаем команду. Самым быстрым, ловким и изворотливым участникам начисляют очки. Кто наберет их больше всех, отправится в финал в Москву. Динара Камалова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. И возвращаемся к главной теме дня. Придумывайте что-то новое с призывом быть креативными и активными. Сегодня к участникам молодежного форума в Москве обратился Рустам Миниханов. Форум «Москва-Татарстан» проходит в третий раз. Участники – студенты, обучающиеся в вузах Москвы, аспиранты, молодежь, уроженцы Татарстана. Почему министр связи Николай Никифоров советует не брать как минимум час смартфон в руки, а оперная певица Альбина Шагимуратова доверять интуиции? В репортаже Дины Газалиевой. Третий по счету. Московский молодежный форум, как и предыдущий, был открыт для всех желающих. Нужно было только зарегистрироваться на сайте. Студенты столичных вузов, аспиранты, представители деловых кругов, творческие люди. Участниками форума стали те, кто сам по себе активен. Каждый из пришедших на встречу с молодежью известен в стране. Это татары или люди, чья судьба навеки сплелась республикой. У опытных начинающие просят совета, как стать успешными. Попробуйте понять, как сделать то, что будет лучше не на 10%, а то, что будет лучше в 10 раз. Попробуйте перевернуть мир. Попробуйте ворваться со своей яркой идеей и действительно изменить жизнь людей. Молодые сегодня предложили вип-персонам свой проект. Как объединить татар по всему миру. Ну, конечно, создать новую социальную сеть. Татарлар. Идея родилась в недрах Совета молодежи, созданного при полупредстве республики в Москве. Провести все-таки татарскую инвентаризацию. Тем не менее, успешные люди сегодня советовали молодым не брать каждую минуту в руки смартфон, а оглянуться вокруг. Заниматься спортом и быть упорными в достижении своих целей. Мне говорили, что у меня нет голоса, что из меня ничего не получится, что вы должны забыть оперу. Но все-таки с третьего раза я поступила в Московскую консерваторию и закончила. Каждый из выступающих, а это известный кардиохирург Ленат Акчурин, певец Алсу Сафина, продюсер Барри Алибасов, он татарин по маме, раскрывали секреты успешного жизненного пути. Алибасов посоветовал молодым быть собой, а Ренат Акчурин любит людей. Пример каждого спикера признался в итоговом слове Рустам Мениханов, вдохновил и его. Вопросы из зала посыпались, как из рога изобилия. Кто-то по традиции просил помочь поддержать бизнес-идею, кто-то сделал совместное фото с президентом. Ну а кому-то Рустам Мениханов сам в своей шутливой манере обещал найти мужа или жену татарку. А на вопрос, как сделать изучение татарского языка инвестиционно привлекательным, Рустам Мениханов ответил вполне серьезно. Что такое татарский язык? Я могу спокойно с казахом, с узбеком, даже с турком, крымским татарином, киргизом найти общий язык без переводчика. Завершилась встреча вручением государственных наград и концертом московских творцов подпевали им всем залом. А сейчас время обзора интересных тем в интернете. За неделю яркие события, неожиданные темы, уникальные кадры в нашей традиционной субботней рубрике в сети. Всем привет! Неделя подходит к концу, и значит нужно подвести итоги того, что было интересно в сети. Что смотрели, лайкали и комментили татарстанцы. Ну, во-первых, по городу уже начали устанавливать новогодние елочки, украшать торговые центры. Так что вот-вот уже должно появиться это новогоднее настроение. Нашумевший уже на весь интернет концерт скриптонита в Казани, где певец обматерил фанатку, которая начала трогать его кроссовки в тот момент, когда он помогал другой девушке, которая упала в обморок. Короче, не концерт, а целый сериал. Черная-черная пятница была вчера, но казанцы еще с четверга стояли в очереди, чтобы купить что-нибудь со скидкой. Вот они, шопоголики. Пользователи шутят, что в больницах и поликлиниках, судя по очередям, каждый день черная пятница. В сети набирают популярность видео, где маленькая девочка плачет и негодует из-за того, что в школах уменьшили часы татарского языка. Они хотят вообще убрать татарский. А вот, например, я вот хочу татарский. У нас вся русская группа хочет татарский. Радует, что даже в таком юном возрасте у ребенка уже есть желание изучать татарский. Я лично считаю, что это надо делать. Каждый день в сеть выкладывается большое количество интересных фотографий, и поэтому небольшая подборка самых интересных из них. Красивое озеро Лебяжье. Фото из кабины пилотов при посадке самолета в аэропорту Казань. А вот так казанцы кормят лебедей на озере Кабан. И если вы помните, то на этой неделе чуть-чуть шел снег, и получился вот такой красивый ночной кадр. Пришло время для нашей традиционной рубрики в сети с президентом. Неделя президента началась во Вьетнаме, откуда он и пожелал всем доброго утра. А был он там на бизнес-форуме «Вьетнам-Татарстан». Подписали соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами. Несколько памятных фотографий. А вот, собственно, и вьетнамский пародист Льва Лещенко. Затем Рустам Мениханов отправился в Малайзию на Всемирный Исламский Экономический Форум. На этом пока все, а мы идем дальше. В трамваях в кабине водителя стоит камера, и все снимает. Один находчивый пользователь решил смонтировать подборку того, как трамваи сбивают автомобили. Причем, что больше всего удивляет, это невозмутимое лицо водителя. Ты машину сбила, а там люди. Хоть какие-то эмоции же должны быть. Либо у них такая стальная выдержка, либо у них просто... Сердца у вас нет. А сейчас топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. Первую строчку занимает народный артист России, известный оперный певец Дмитрий Хворостовский, ушедший из жизни 22 ноября после тяжелой болезни. На второй позиции расположился День Матери, который в этом году выпал на 26 ноября. Также в топе Черная-Черная пятница. И напоследок вот такое веселое танцевальное видео от милых казанских дам. На этом сегодня все. Пишите, комментируйте, выкладывайте фото и видео, обсуждайте. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Впереди прогноз погоды. Я напоминаю, что все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. До встречи в 21.30. Пятерочки. Уникальная акция «Надо брать». Шоколад Аленка «Красный Октябрь». В ассортименте 100 граммов по 55 рублей 90 копеек. Пятерочка. Надо брать. Полезное производство с заботой об окружающей среде. Казань Оргсинтез. В гармонии с природой. Новогодние праздники в санатории «Крутушка». Это отличная возможность провести незабываемые дни на свежем воздухе. Активный спортивный отдых волшебной природы подарит вам ощущение настоящей зимней сказки. Правильное межевание. Проведение кадастровых работ. Межевание. Решение земельных споров. 2, 2, 6, 10, 90. Деревенское мясо птицы и субпродукты «Восиного Казань». Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. На Казанской ярмарке с 30 ноября по 1 декабря выставка и конгресс «Чистая вода». Перспективные технологии производства воды, очистки стоков, экологическая безопасность, охрана водных ресурсов. Лечение катаракта от 30 тысяч рублей. Клиника «Кузляр». В магазинах «Идеал» новая коллекция обуви с натуральной кожей от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Клиника «Фарм-Т» Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате «Термекс». Без боли, без операции. 292-66-77. Либридерм «Сироцин» Опрещай номер один. Республиканский конкурс красоты материнства и семьи «Начкабиль» приглашает на праздник, посвященный Дню Матери. 13 простых и прекрасных семейных историй о вечных ценностях жизни, материнства, любви и добра на финале 13 конкурса «Начкабиль». 30 ноября. КРК «Пирамида». Генеральный информационный партнер телерадиокомпания «Новый век». Генеральный радиопартнер «Ретро-ФМ». Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды и в начале выпуска интересная информация. Шкаф-купе по вашим размерам, быстро и качественно. 3D-проект шкафа, доставка и установка бесплатно. Только в ноябре назовите пароль «ДН-мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» завтра на юго-востоке в Бугольме Бавлы-Ознакаево будет облачно и выпадет снег. Ночные температуры минус 2, днем около 1 градуса ниже нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге пасмурно пройдет небольшой снег. Ночью минус 2, днем около нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске также ожидается снег. Ночные температуры около 2 мороза, днем также ноль. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе местами пройдет снег. Ночи минус 2, днем синоптики обещают около нуля. На юго-западе, Волгаре, Буинске, Држаном облачно и снежно. Ночью будет небольшой мороз, минус 5, днем около нуля градусов. В центральных районах республики Чистополе, Альметьевске, Мамадыши пасмурно, также без снега не обойдется. Ночи минус 2, днем синоптики обещают ноль градусов. К вечеру в воскресенье заметно подморозит, и в понедельник ожидается морозная погода со снегом. И еще одна полезная информация. Спонсор показа ОАО «Марбиофарм» – Гриппофлю. Не дайте гриппу и простуде испортить вам жизнь. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. Спешите. Уникальное предложение от санатория «Шифалы Су» и «Жминводы». Для членов профсоюза и их семей путевка санаторная от 1 990 рублей. Санаторий «Жминводы» осуществляет деятельность по направлениям. Желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат, нарушение обмена веществ и укрепление нервной системы. Преимущества санатория. Питьевая и минеральная вода «Шифалы Су», йодобромные ванны, табарлинские лечебные торфяные грязи. Современная лечебная база. Завтра в Казани будет пасмурно, выпадет снег. Температура воздуха минус 1, минус 3. Ветер западный слабый, до 1 метра в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%. На дорогах, возможно, гололедится. Будьте предельно внимательны. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных в кругу близких. До свидания.